Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами очутились в удивительном месте, на настоящей фабрике сыра. Всю жизнь, пока я нахожусь в Швейцарии, я мечтал побывать в том месте, где можно посмотреть процесс приготовления сыра, а также увидеть все это воочию, весь этот волшебный процесс. И сегодня я постараюсь вам его показать. Мы сейчас находимся за стеклом, за стеклом настоящей кладовой. То есть здесь сосредоточен весь швейцарский стратегический запас сыра. Посмотрите, сейчас эти стеллажи пустые, но когда-то на них было очень много настоящего сыра. А вот здесь, посмотрите, друзья, здесь просто столько головок сыра, что я не могу просто это представить, сколько здесь находится единиц, но я думаю, только вот на этих стеллажах уже несколько миллионов франков, потому что это очень дорогой, очень вкусный продукт. Также, смотрите, здесь у нас в другом отделении уже другие виды сыров. Это называется сыры Монде Тет, то есть голова монаха. Вот в таких чанах все это делается, варится. Все, конечно, это, конечно же, не маленькая фабрика, не фермерское производство. Это настоящий, уже большой такой технологический процесс, настоящая швейцарская фабрика. Вот в таких чанах все это замешивается. Соответственно, молоко, посмотрите, какая степень стерильности здесь. Очень интересно. Все механизировано, все автоматизировано. И примерно вот так вот это все происходит. Посмотрите. То есть здесь можно наглядно последить за процессом. Хоть процесс весь автоматизированный, но все равно, конечно, без ручного труда пока не обойтись. Все делается, некоторые вещи делаются вручную, смотрите. Наклеиваются штампы специальные, чтобы потом не забыть и отличать сорт сыра. Все, прессуется, цедится. Очень, друзья, интересный и захватывающий процесс. Нужно работать очень быстро. И вот таким образом потом у нас уже получается сыр, который транспортируется. Показан процесс, как автоматизированный этот сыр доставляется уже непосредственно на полке, на стеллажи. Вот эти все автоматизированы. То есть, представляете, в глубину еще эти пустотажики длинные, глубокие. И потом все это мы можем наблюдать уже на вот этих полках. Смотрите, просто миллионы, миллионы, миллионы головок сыра. Ну и, соответственно, миллионы франков. Друзья, сейчас дальше вы можете посмотреть интересный фильм. Он длится 20 минут. Его перевела моя супруга Юлия. Так что всем приятного просмотра. И надеюсь, вам сегодня понравилась наша экскурсия. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Белый источник быть фермером во Франш-Монтане, в регионы Франш-Монтане, Швейцарска. Иди, иди, Кучи. Иди, иди. Открывай. Кучи, иди, Кучи, иди. Иди, еще одна. Хоп, давай. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все на месте. Я их узнаю, потому что у них колокольчик. И знаю их с их рождения. Это Алин. У них у всех имена начинаются на А. И на ушах номера тоже. Дополнительно. Когда им один год, мы им даем уже сухую траву. Они встают на природу и кушают обычную травку и сухую. И потом, когда им один год исполняется, они, в принципе, могут есть и остальные вещи. и зимой им даем еще дополнительный корм. Когда проходит 2-3 года, маленькие телята могут уже продуцировать молоко. Мы находимся у семьи Берхер. Тиматей и Филипп вместе работают на этой ферме. Один занимается одним, другой другой. Собирают сухую траву и которую они могут потом дальше, зимой и в другие периоды есть, когда нет свежей травы. Потом он бежит домой и раздает тоже попить корову. Он с детства занимается коровами, ему это всегда нравилось. Со временем он понял, что это для него и ему очень нравится в плане фермерства и занятия. Ему очень повезло и он очень доволен, что уже два года ему помогает его сын, который тоже работает с ним. Он с ним начинал и сейчас они вместе дальше работают. это конечно большая организация, работа повторяется каждый день и вообще каждый год это очень большая работа, которую надо сменивать. вот если сын делает одну работу, я другую, это очень хорошо. Один утром работает, другой вечером и так мы сменно меняемся, чтобы одну неделю работает он утром, а другую я. Вот у них сухая трава и если она хорошая, если они ее собрали очень достаточно быстро, у него получается много микроэлементов хороших составляющих и меньше надо зимой дополнять какими-то другими добавками их еду. Они пытаются сохранять всю природу, красоту, где они родились, жили и будут жить удивительные пейзажи, которые как раз создают это прекрасное молоко, которое создаёт прекрасный сыр в итоге. они не стоп они могут м они стоп в У нас есть она, и сейчас она будет приехать и будет их чтобы. И у нас в их можете, и у нас на их сесть. Когда это всё будет, в истине есть только в рознице, она прервает туда. Вот, и у меня нет, которое будет в воскресе, именно в очках ясно. У нас есть утренния, у нас нет, зачем мы говорим, теперь они живут из очки для треки. Мы закрепим вот так на нем,, у нас есть алгоритм. 40 лет назад, когда мой отец начинал, они могли делать что определенное, а сейчас у них больше свободы, они могут передвигаться в этих специальных местах. И когда они хотят, например, они подходят, кушают, пьют, лежат, на солнышке гуляют, у них очень большая, можно сказать, свобода. Когда солнце, они в 11 часов все на улице и все, можно сказать, загорают. Когда даже снег идет у них, вот эта маленькая пелена на них, они идут внутрь и чистятся, им очень все нравится, как отель 4 или 5 звезд, они живут в хороших условиях. У нас достаточно много вот таких деревцов, которые много уже давно здесь, и мы их стараемся сохранять, чтобы сохранять флору и фауну для разновидностей птиц, конечно же, других разновидностей. И мы их слегка обрезаем и стараемся оставить, как задумана сама природа, и не запускать. Они должны форму сохранять, рост, ширину, если слишком там объемные они будут, они будут ломаться, и это очень важно. И это очень важно тоже для разных разновидностей. Они сами себя организовывают, можно сказать, вот как я и сказала, делают, что хотят, и сами решают, когда что, где делать. Пятизвездочный отель. Мы очень ждем этого момента, когда можем их оставить опять на улице и отдавать зеленой вкусной травой. Первый день в свободе, это очень интересный день. Они их выпускают, и это очень, можно сказать, запоминающий день, потому что все собираемся, папа, мама, всей семьей, как и коровы, как и фермеры. Это для них, можно сказать, маленький праздник. Вот выходит весна. Вот тут они живут зимой, и сейчас все довольны, выезжают как раз до первого коровления, можно сказать. Есть очень много смесей разных фермеров, и они, можно сказать, между собой мешаются. И, конечно же, как и во всех таких вот натуральных общениях, каждый показывает, кто сильнее. И первый вот день очень славится вот даже битвами, некими такими показаниями, кто сильнее. И каждый берет свое место, да. И в пятницу вечером мы потом, не вечером, а днем собираемся всеми фермерами. И для нас это как отпуск, как праздник. Играем, общаемся. Мы общаемся о зиме, о сезоне, о политике, агрополитике. Значит, тоже, конечно же, и просто так общаемся, что-нибудь выпьем, атмосферу почувствуем. Это происходит не очень часто, и этого ждут, в принципе, все фермеры. Это очень редко, что все фермеры собираются и общаются в один момент, и все этого ждут. Здесь мы на ферме Парскале Флюкров с Пеппиньо, и здесь как раз собирается молоко от коров для сыра. Извините, это мой бюро. Утром я прихожу и смотрю разные показатели молока. Сколько одна корова там съела, сколько она произвела молока. В бюро, в этом компьютере я могу все видеть. Сколько добавок она съела, и в итоге какое получилось молоко. Все это компьютеризировано, и я вижу и имя коровы, и номер, вот именно молоко, сколько она выдает, и даже много ли она дала, количество, и какие микроэлементы в молоке. Птички возвращаются, и они тоже помогают в экосистеме, они отгоняют чуть-чуть этих, ну, которые летают, разных паразитов и мух. У нас курицы тоже, конечно, есть. Это очень красиво. У нас 1350 куриц. Они играются на улице, ищут поесть, ищут постоянно какое-то развлечение. Три раза в день мы идем собирать яйца, и утром мы кладем яйца на такую машинку, которая их, можно сказать, выкатывает. Они, мы их моем, сортируем. Каждый день есть сломанные яйца к соседям, и мне пришла идея, вместо того, чтобы их выбрасывать, я теперь делаю домашнюю пасту, домашние макароны. Раньше эти яйца все выбрасывались, получалось 30 килограмм в неделю. Спасибо. 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 , спасибо. Продолжение следует...